Еще два века назад умный человек сказал, что вкладывать деньги надо в землю, поскольку ее больше не становится. Он, кстати, потом Тома Сойер написал. А вот новость из 21 века. Оказывается, больше трети россиян платят за регулярные услуги со смартфона. Абсолютное большинство пользователей по-прежнему используют для этого компьютер. Самая популярная услуга, которую оплачивают через интернет, это счета за мобильную связь. Вторая по популярности категория онлайн-оплаты – коммунальные услуги. Уплата налогов и штрафов с ГИБДД занимает третье по популярности место. Исследование проводилось в апреле-майе 2015 года. В нем участвовали экономически активные интернет-пользователи в возрасте от 20 до 44 лет из городов с населением от 700 тысяч человек. Учитывались платежи как с компьютеров, так и со смартфонов. Вот бы еще научить пенсионеров, с компьютером работать. Очереди на почте и в банках сократились бы в разы. Работодатели уже начали следить за кредитной историей соискателей. Первые нефинансовые компании уже подключились к Бюро кредитных историй. Сейчас сведения из кредитных историй уже активно применяются финансовыми компаниями для оценки потенциальных клиентов при выдаче займа или оформлении страховки. Нефинансовые компании при подключении к БКИ преследуют иные цели, чем банки. Им нужна всесторонняя оценка рискового профиля потенциальных партнеров. Но учитывая, что основную долю в базе данных Бюро кредитных историй составляют данные граждан, возможности использования кредитной информации для проверки организаций, выступающих контрагентами, невелики. Но, как говорится, если у вас нет паранойи, то это вовсе не значит, что за вами не следят. В этом году у российских туристов возрос интерес к странам, для посещения которых не требуется оформление визы. По данным метапоисковика SkyScanner, в 2015 году количество российских туристов, отправившихся в безвизовые государства, составило 42%. В 2014 году показатель составлял 38,5%, а в 2013 – 31,7%. Самыми популярными странами среди наших соотечественников стали Турция, Черногория и Таиланд. Также в топ-10 попали Грузия, Израиль, Индонезия, Вьетнам, Египет, Мальдивы и Малайзия. Под безвизовыми направлениями авторы исследования понимали страны, которые граждане России могут посетить, предъявив российский паспорт или за гранд-паспорт без визы. Также в расчет шли государства, где визу можно получить по прилету. И на этом все. Хороших выходных!